Сотрудники МУП КАСПИГАЗ совместно с контролерами регион газа в очередной раз провели разрешение на подключение, а также правила эксплуатации голубого топлива. Сотрудники прошлись по адресам, по которым уже бывали несколько раз, и выдавали предписания, но нарушения не были устранены. Поэтому пришлось прибегнуть к решительным мерам отключения абонентов от сети. Первый адрес, по которому отправились сотрудники Горгаза – Котовского, 9. Жилой объект здесь самовольно подключен к газопроводу без исполнительно-технической документации. Хозяина частного дома неоднократно осведомляли о допущенных нарушениях пользования природным газом, но домовладелец просто проигнорировал предъявленные требования. То есть он самовольно подключил двухэтажный жилой дом, в котором проживают квартиранты, то есть занимается коммерческой деятельностью, его уже письменно уведомляли, у него отсутствует договор. Очень множественные нарушения. Сам хозяин дома проживает, по нашей информации, где-то в городе Ставрополь или Ставропольской области, и никак не реагирует на уведомления. При осмотре еще одного жилого дома в этом же дворе сотрудники Касписгаза вновь выявили грубейшие нарушения по эксплуатации газового оборудования в быту. Только вот, к сожалению, жильцы не задумываются за возможные тяжелые последствия. Все это тяно-то помутами. Кто это делал, никто понятия не имеет. Здесь живут дети, здесь живут квартиранты. Ввиду несанкционированного самовольного подключения внутридомового газового оборудования, на жителей дома был составлен акт, с которым были ознакомлены проживающие здесь квартиранты. По решению компетентных лиц, объект был отключен от сети газоснабжения. Дальнейшее его подключение будет рассмотрено при выполнении всех требований, согласно законодательству Российской Федерации. Следующий адрес – Гамзатва, 59. Владельцам этого дома уже были выданы предписания на исправление нарушений, по истечению которого жильцы привели в порядок газовые сети. В течение 10 дней устраните нарушения. В случае не устранения, сейчас я запомню. В случае не устранения, в случае не устранения. Главная задача проводимых рейда – выявить всех домовладельцев несанкционированно подключившихся к газопроводу. При этом ставя под угрозу не только свое здоровье и жизнь, но и безопасность окружающих.